Всем привет! И с вами снова я, Полина. Сегодня в этом видео я хочу пригласить вас провести вместе со мной целую неделю. То есть, конечно же, я не буду снимать подряд все дни, но отдельные яркие события прошедшей недели я для вас засняла и хочу с вами поделиться. И все, кому интересно, пожалуйста, оставайтесь со мной. Привет! И вы смотрите, кто приехал в Сан-Франциско, кто побывал здесь всего несколько дней и уже торопится уезжать. Вот несколько дней, тоже неплохо. Потому что Миме не нравится вот эта вот погода. Серое небо, Миме нужно заразить. Только сегодня, последние два дня вообще было шикарно. Мы потусовались, погуляли. В следующий раз ты к нам в Лонган уже, да? Обещаешь? Ты обещаешь на камере? Да, я обещаю. You can back out. Сегодня среда, и я проснула с каким-то очень революционным настроением. Еще еле-еле вообще глаза открываю, а уже думаю, что бы такое надеть, что бы такое надеть. Лер, что ты придумала? Ты думаешь, пойдет? В общем, не решилась я на юбку и на высоких булки. Осталась в этой же рубашке, но поменяла низ на красные джинсы от Balmain, которые не носила уже, наверное, год, как минимум точно. И новые такие ковбойские сапожки от Jeffrey Campbell. Jeffrey Campbell моя любимая марка, фирма обуви. Потому что там просто чуть ли не каждую неделю появляются новые модели. И, блин, если бы не рассылка, я бы вообще туда никогда не заглядывала. Но рассылка постоянно приходит, и она такая соблазнительная. И вот в один из своих последних заходов на этот сайт я и приобрела эти ботиночки. Ты можешь говорить, что я уже не та. Был в моем сердце пьется так же, и живой моя душа. Ты на моих крыльях не сжигай все мосты. Я еще не готова, ты еще нужна ты. Не я, ты на моих крыльях не сжигай. Не я, ты на моих крыльях не сжигай. Что-то застыло сразу. А что ты делаешь? Я боюсь это каждый раз. Кто съел черешню? Ты? Кто здесь съел черешню? Нет, ты признавайся. Ты съела черешню. Мой черешник. Ты? Вижу виноватое выражение лица. Сейчас я буду снимать видео о том, как проходит первый год. Что происходит после того, как ты родила. Потому что на волне вот этой ностальгии после видео о беременности я что-то решила сразу перейти к первому году, пока ничего не забыла. Тем более самой потом будет полезно. Ну и сестре, кстати, будет полезно. Она покажется сейчас почти что уже в середине первого года. Сейчас малышке 4 месяца. И я придумала очень удобную технику. Я задала вам же вопрос в инстаграме. Все вопросы, которые вас интересуют касательно первого года жизни малыша. И получила кучу-кучу вопросов. И сейчас просто сижу, записываю эти вопросы в тетрадочку. Делаю себе пометочки, в каком порядке буду отвечать на эти вопросы в видео. И сейчас же сяду, запишу ответы на видео, смонтирую видео. И надеюсь, уже завтра это видео выложу, чтобы вы получили ответы на все свои вопросы. И хочу посоветовать всем очищающую маску, которая убирает все омертвежшие клетки. Exfolicate, она называется, от Kate Somerville. Замечательная. Так вам видно? Ладно. Я просто подсела на новый альбом Виктория Дайнека Ви. Очень советую. Такие зажигательные мелодии, тексты просто потрясающие. Посмотрите, что мне прислали. И сегодня я получила цветы и с очень романтическим, таким тайным посланием. Сиесун. Муж у меня загадочный, он никогда не предупреждает, когда именно приедет. Но больше всего мне понравилась идея сочетания пионов и мяты. Четверг. Да, точно четверг. Я выложила видео и уже думаю о том, чтобы такое записать для вас на следующий вторник. Сегодня на мне платье от Jean-Paul Gaultier, которое я купила в винтажном магазине за каких-то там, по-моему, 200 баксов. Может быть, даже дешевле. И, если честно, я бы в жизни ничего себе подобного не купила, но моя подружка отцепила это на вешалке и сказала, «Это тебе!» Тебе подойдет, сказала, «Нет, ты что, там же цветочки, там же рюшечки, кудряшечки, кружавчики, я такое не ношу». Но когда я надела это платье и поняла, что я буду носить его с грубыми ковбойскими сапогами или с какими-то просто грубыми ботинками, с кожаной курткой, я поняла, что это платье специально для меня. И посмотрите, какая у него потрясающе голая спина. Я, конечно, на улицу я предпочитаю надевать какой-то тяжелый кардиган сверху или кожаную куртку, как я уже сказала. Но, мне кажется, для вечера с любимым или ради дня рождения любимой подруги можно надеть это платье. Как вам оно? Такая ночнушечка сексуальная. Сегодня четверг, и сегодня в Сан-Франциско просто потрясающая погода. Здесь невероятно тепло. Я вечером гуляю в легком платьишке, в рубашке. Приехала я на ужин в ресторанчик на набережной. Но по каждому подружку вышла погулять и полюбоваться этой красотой, окружающей меня. Сейчас я вам покажу все-все-все, что я сейчас вижу, опишу, расскажу, как это называется, чтобы вы тоже знали. С набережной открывается потрясающий вид на залив Сан-Франциско. Соединяется он с тихим океаном через пролив Золотые ворота. А вон вдали виднеется Бейбридж. С набережной Баркадеры открывается потрясающий вид на Алькатрас. А вон вдали виднеется башенка Феррабилдинг. И вид на Даунтаун, а среди этих высоких зданий самое высокое здание Сан-Франциско, башня Принц-Америка. А вон вдали виднеется такая трубка, торчащая в небо. Это Койт Тауэр. В общем, достопримечательности Сан-Франциско уйма. И всегда найдется, куда съездить, на что посмотреть. Но моя подружка уже приехала в ресторан, и я поспешила к ней на встречу. Милана выбрала какое-то новое местечко под названием Коккет. Очень вкусный ресторан. Наконец-то, наконец-то! Алина выпала и встретилась с Миланой. Мы пришли что делать правильно? Кушать! Сказать по правде, я абсолютно не умею ходить в рестораны без мужа. Я настолько привыкла, что выбирает он, что нахожу сложно найти что-то для себя. Но на этот раз, мне кажется, мы справились. Закройте глаза, нет, это не жареная картошка. А это стейк из цветной капусты. Когда-нибудь пробовали стейк из цветной капусты. Это очень-очень-очень вкусно. А это креветки в чесночном соусе и осьминог на гриле. И к нам, наконец, приехал муж! Кто там? Так. Мы собираемся на выходные в Напу. Вернее, в Калистогу. Я складываю вещички, которые мне могут пригодиться. Так как там, конечно, будет тепло. То есть мы будем валяться около бассейна. Ходить, гулять по лесу. Это шорты и майка. На всякий случай, конечно, беру с собой спортивную форму. Вон сникерсы. На вечер беру с собой пушистое перьевое платье с жилетом. И кучу джинсы. Джинсовый комбинезончик. Джинсовое маленькое платье. Джинсовая рубашка. И также возьму свое последнее приобретение. Это вот эту вот юбку Шанель, которую вы видели в моем последнем видео. И такой вот не могу с ним расстаться. Это сарафанчик такой летний, легкий. Все это добро я беру с собой на пятницу, субботу, воскресенье. В понедельник мы прогуляем и вернемся во вторник, наверное, домой. Так что на 4 полных дня я беру с собой столько одежды. Потому что в Сан-Франциско у меня просто нет резона ее носить. Так что я пользуюсь любым возможным случаем, чтобы хоть как-то попереодеваться, примерить разную одежду, поносить разную обувь. И муж привез кучу-кучу посылок, которые наполучал он дома, которые приходили для меня, для всяких обзоров и так далее. Здесь куча-куча всего. Я успела заглянуть пока что только в клиник. Посмотрите, целая пляжная сумка со всем необходимым добром. Все солнцезащитные крема. Здесь еще какая-то щеточка для умывания. И мы едем на выходные в Калистогу. Сейчас стоим. И мы едем на выходные. Можешь подержать руль, я пока что потом буду теряться? Пока, да, да. О май гад, мне страшно. Знак 100, ты понимаешь, да? Я понимаю, но я не вижу. Это блэк? Мы едем на выходные в Калистогу. Убегаем от холода, который приедет в Сан-Франциско. И тянемся к теплу, потому что там будет целый... Сколько? 27? 27 градусов тепла. Чувствуем, а проехать. Нет моста. Мост украли. Кто украл мост? Не знаю. Не знаю. Из 100% мастхов, конечно, заглянуть в ин-эн-аут и наесться вредной, вредной, вредной еды. Полезный американский ланч. А уж. Все мы очень заботимся о своих фигурах. Я обожаю путешествовать и проезжать мимо маленьких американских городков. Вы только полюбуйтесь на эту красоту, на архитектуру этого города. У каждого домика хочется позаимствовать какую-то деталь, какую-то идею, чтобы собрать дом своей мечты. Из-за близости к океану эта область известна своими многочисленными микроклиматами. В одном Сан-Франциско невероятное количество этих микроклиматов. Но там практически везде и всегда холодно, особенно летом. Но стоит отъехать от Сан-Франциско на 20 минут через 2 часа, и ты попадаешь в жару. Мы провели в дороге всего 2 часа, и теперь греемся на солнышке. Здесь солнце печет так, что просто таешь на месте, и необходима солнцезащита. И у меня сегодня всё в цвет. Я как... так случайно получилось, что я взяла с собой мою мини-камеру Fujifilm, чтобы делать полароидные снимки. Клиник, солнцезащитные крема. И моя книжка, которую я сейчас читаю, тоже в жёлтом. Это Ирвин Шоу «Богач, бедняк». По территории гостиницы передвигаются на гольф-карах. Мы приехали в гостиницу «Колистого Рэнч», и в ней мы были, наверное, года два назад. И как раз здесь я снимала моё старое-старое видео с русалочкой Хэллоуин. Если хотите, посмотрите это смешное видео. А мы снова поехали. Что правильно? Кушать в ресторан «Салаш», который опять-таки что? Откопал мой муж-любитель походить по ресторанам и попробовать какие-то новые блюда. А я люблю рассматривать интерьеры и то, как всё оформлено. Вы только посмотрите на этот сад из белых роз на подъезде к ресторану. Не сейчас, потом, то есть можно. Одиоты, обиделся? Маврик, иди. Маврик, иди сюда. Маврик, иди сюда. Маврик, Маврик. Что это за беспредел? Звятое. Кто это? Кто это? Здесь стыки валяются. Не стыдно? Доброе утро сказать пришли. Не стыдно. Маврик, чем-то интересуется? Доброе утро. Доброе утро. Скажи, доброе утро. Доброе утро. Ты упала? Ну, ничего страшного. А как ты упала? Рассказывай быстренько. Интересно, как упала. А как ты упала? Не торопись, потому что смотри под ноги. Дай руки. Ну, немножко поцарапала. Ну, нормально. Ничего страшного. Все падают. Вон Блэк как грохнулся. Сделай, как Блэк грохнулся. Давай, Блэк. Хочешь скупаться? Не хочешь. Да хочет, хочет. Ну, вот и мы дошли до самой вершины. Это было сложное задание и испытание, но мы его прошли. Дошли до end of the trail. И сейчас Лера отдыхает. Вон она. На скамеечке валяется. И набирает сил на обратный путь. А я любуюсь вот этой невероятной красотой, которая перед нами открывается. Долина Напы. Виноградники. Какой-то замок виднеется в стороне. А вон к нам торопится Блэк. Блэкки, 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 Блэкки. Мам, actually, can you help me? Нет. Окей. Как хорошо, что Лера уже в том возрасте, что может присоединяться к нам. Ну а собакам здесь полное раздолье. Блэк в полном восторге, потому что он у нас охотник. В то время как Маври, конечно же, предпочел бы прогулку по асфальту или просто остаться дома посидеть на диванчике. Но гордость не позволяет ему отпустить нас от них с Блэком. Неподалеку от Калистоги, ближе к океану, есть лес огромных высоченных секвой. Мы туда приехали, чтобы полюбоваться на эти деревья и прогуляться с собаками. Но каково было наше разочарование, когда мы узнали, что собаками запрещено гулять во всех заповедниках, даже на поводках. Так что прогулялись мы по асфальту, сфотографировались с огромным деревом и направились дальше. И мы приехали гулять по Рэдвуд-парку. Здесь растут огромные секвой. Посмотрите, например, на этого гиганта. Но долго печалиться мы не стали и сразу отправились туда, где река под красивым названием Russian River впадает в Тихий океан. Посмотрите на эту невероятную красоту. Кто? И такой океан в никуда уходит, потому что там туман бесконечный. Невооруженным взглядом видно, что погода ближе к океану кардинально меняется. Здесь практически всегда царят туманы и холод. Стоит отъехать от Апы на два часа, а именно настолько мы отъехали в сторону океана, и погода уже абсолютно другая и совсем не шепчет. И приехали мы полюбоваться на некогда русскую крепость Форт Рос, что было основано в начале 19 века, когда еще эти земли принадлежали русским. И здесь невероятная атмосфера, настроение такое, все такое русское. Все избы, строения поистине русские. И ощущения очень странные, когда ты где-то на чужбине, далеко-далеко от своей родины, видишь что-то некогда принадлежащее России. Сейчас это остается всего лишь памятником. Но все равно приятное ощущение того, что раньше здесь вступала наша нога, и эта территория была нашей. Это очень интересно. Мне нравится печь, и вон за печь можно зайти и забраться на печь. Здесь у них что? Кладовая, доски, корзинки, картошки, картонки, медные кружки. Контора, офис. Добро пожаловать. Комнатка с двумя кроватками. Вон этот. Красный угол, да? В красный угол вешаются иконы, или как это называется? Прям супер. Все такой же, как и у папы в детстве. Лебенка. В 1812 году хозяевами этой земли были индейцы племени Каша и Пома, которые, по некоторым данным, разрешили русским использовать землю для создания роза за три одеяла, три пары штанов, два твапора и три мотыги. Выходные в Напе подходят к концу, и сегодня воскресенье вечер, и мы отправляемся в самый лучший ресторан. Калифорния, не побоюсь этого слова, French Laundry. И я специально оделась очень торжественно для этого случая, потому что попасть в этот ресторан, я не знаю, сложнее, чем в Кремль. Записаться и зарезервировать столик нужно где-то за полгода приблизительно. Нам невероятно повезло, мы позвонили в последний момент, но каким-то волшебным образом освободился столик, и нам его отдали. Я не знаю, как такое могло произойти, но мы оказались такими счастливчиками. На мне очаровательно веселое платье от Филипп Лим, украшенное разноцветными перьями, сумочка от Фензи, подаренная мне подругой на день рождения, и изящные босоножки от Сиджерсон Моррисон. Под моими последними видео или в Инстаграме вы много раз меня спрашивали, что за помада у меня на губах, какой оттенок. И сейчас хочу вам сразу ответить, это помада от Maybelline Color Sensational в оттенке 725 Tantalizing Top. И через виноградники мы направились в самый вкусный ресторан The French Laundry. Если вы когда-нибудь будете в Напе, обязательно постарайтесь забронировать столик в этом ресторане, и я уверена, вы не пожалеете. Это один из самых вкусных ресторанов в моей жизни. Вот и все, это видео подошло к концу. Надеюсь, вам был интересен такой формат видео. Если да, то ставьте пальчики вверх, оставляйте свои комментарии внизу, А я с вами прощаюсь и хочу пожелать вам отличного настроения, крепкого здоровья и моря любви. До новых встреч! Пока!